Всем привет! Сегодня на обзоре новая модель ТВ-бокса A95X PRO. Прежде всего, данная модель интересна тем, что здесь реализована функция голосового управления. Поставляется в таком вот коробочке. Работает на операционной системе Android 7.1. 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной, процессор 4-ядерный, Amlogic S905W. Комплект поставки стандартный, сам ТВ-бокс, адаптер питания 5 Вольт 2 Ампера, краткий мануал, HDMI кабель и пульт дистанционного управления. Пульт поставляется вместе с таким вот приемничком. Выглядит следующим образом. Сразу видим кнопку микрофон. Микрофон расположен на лицевой стороне пульта и также сзади есть отверстие под микрофон. Работает на двух батарейках типа 3А. Функции AirMouse здесь, к сожалению, нету. Курсор управляется навигационной клавишей. Пульт работает через Bluetooth, поэтому направлять непосредственно на сам ТВ-бокс не обязательно. За исключением вот этой кнопки включения-выключения работает через инфракрасный порт. Сам ТВ-бокс выглядит следующим образом. Небольших размеров 9х9 см и 1,5 см в ширину. На лицевой грани при подключении загорается синенький светодиод. На левой грани у нас нету ничего. На правой грани расположен разъем под microSD-карту и два разъема USB 2.0. На задней грани ТВ-бокса разъем под питание, HDMI-выход, AV-выход, есть возможность подключить к старым телевизорам. LAN-разъем и оптика SPDIF-разъем под акустику. С нижней стороны отверстие под вентиляцию. Подключаем, смотрим. Данная этого приставка у меня уже находится дни 10. Хорошенько я успел ее погонять. И давайте, наверное, начнем с того, что больше всех интересует, это голосовое управление. Оно здесь есть, оно работает. Не всегда корректно, не всегда с первого раза. Давайте прямо сейчас и проверим. Погода Санкт-Петербург. Курс доллара. Зайти на YouTube. Открыть Google Play Store. Открыть HD-видеобокс. Как вы только что видели, голосовым поиском вполне можно пользоваться. И по традиции давайте посмотрим технические характеристики и настройки. Модель у нас A95X Pro. 2 ГБ оперативной памяти. Из 16 встроенной нам доступно 11,5 ГБ. Четырехъядерный процессор Cortex-A53 с тактовой частотой 1200 МГц. Разрешение экрана 1280 на 720. В версии Android 7.1.2. Рут доступ присутствует. По температуре средняя температура в режиме эксплуатации где-то 65 градусов. В Antutu приставка набирает 21678 баллов. 3DMark 3545. Скорость чтения внутренней памяти 37 МБ в секунду на запись 31. Geekbench в одноядерном режиме 508 баллов. В многоядерном 1419. Speedtest у меня от провайдера 50 МБ. По кабелю на получение 48, на передачу 50. По Wi-Fi на получение 20, на передачу 40. Epic Citadel среднее число FPS 46,9. По настройкам. Настройки довольно расширенные. Настройка сети. Есть Google Cast. Звук, приложение, заставка, хранилище и сброс. Оба устройствия. Расширенные настройки. Здесь можно настроить дисплей. HDMI SEC. Он есть, он работает. Можно настроить на пульте кнопку выключения, чтобы приставка либо отправлялась в сон, либо выключалась полностью, либо перезагружалась. Можно как включить, так и отключить root доступ. More Setting – это настройки голого андроида. Настройка даты, время, язык, клавиатура, главный экран, поиск, речь. Здесь можно выбрать язык для голосового управления. Вот есть русский, украинский и так далее. Давайте зайдем на YouTube. Посмотрим, в каком максимальном разрешении нам показывает 4K-видео. Зайти на YouTube. В самом приложении YouTube тоже можно пользоваться голосовым поиском. Видео 4K. Открываем. Заходим в параметры, качество. И вот мы видим, можно выставить максимальное разрешение 2160p 4K. Все нормально воспроизводит. Давайте посмотрим работу IPTV. IPTV отлично все воспроизводит. Можно пользоваться. Давайте теперь посмотрим просмотр ТВ через торренты. Через торренты так же все отлично воспроизводит. Давайте зайдем на всеми любимый HD-видеобокс. Открыть HD-видеобокс. Все отлично воспроизводит. Претензий нет. Зайти на Google Play Store. Плей-маркет здесь урезанный. Здесь доступны только приложения для Android TV. Но ничто вам не мешает скачать нужные вам АПКшки с других сторонних ресурсов. Давайте теперь с флешки откроем какой-нибудь 4K-файлик. Приставка отлично справляется с 4K-видео с носителя, но данный процессор поддерживает корректное воспроизведение только в 30 фпс. В 60 фпс там уже будут наблюдаться тормоза. Спасибо за просмотр. Актуальную цену на данный TV-бокс вы можете посмотреть под этим видео.